Потому что, конечно, тяжело. Конечно, тяжело. Сразу. Тем более вот эти модели, сировские. Поэтому постараюсь как-то... И я вас прошу, если что-то непонятно или хотели бы уточнить, вы сразу поднимайте руку или вставайте и говорите, ладно? По-моему, самое важное в лекции – это общение. Так-то можно листать, да и все. Значит, обратные задачи, оптимизация и моделирование ковид – это сейчас настолько связано, что особенно с тем, что происходит на планете, что о другом даже как-то и думать я уже перестал. Это наиболее важно. Так, я сейчас буду переключать. У меня пока не работает. А, вот. Ну вот, я только про два журнала скажу. Они в App of Science, которых мне вот доводится быть главным редактором. И сейчас половина статей оба этих журнала приходят по ковиду-19. По всем моделям, какие только бывают. Но один особенно мне дорог, это моя специальность, обратные задачи. И вот здесь тоже. Примерно половина статей приходит, связанных с ковид-19. Вот я к вам хотел обратиться. Вот у нас каждый год с 2009-го в Новосибирске, в других городах, в других городах проходит конференция по обратным некорректным задачам. Вот это первая конференция. И вот здесь много классиков, некорректных задач. Ну и вот есть молодые, вот Ольга Кривородька. Она была студенткой, сейчас она докторскую защищает. Сейчас она докторскую защищает через некоторое время. Значит, мои ученики Алеша Пиненко тоже. И Корчевский Андрей, Максим Шишлинин. Максим Шишлинин не смог приехать, но вот он тоже. Это я к тому, что обратные задачи лет 50 назад была такая же больная тема, как сейчас машинное обучение. И это связано не с тем, что в головах что-то происходило. Это связано с тем, что наука, она сама внутри себя развивается, во-первых. А во-вторых, очень сильно математика, особенно прикладная, зависит от средств вычислений. Как только появились компьютеры, сразу обратные задачи стали предметом интенсивного изучения, потому что перебор, который вот в основе всего лежит, как искать решение, когда мы не знаем никаких алгоритмов, надо перебирать. Побыстрее и более эффективно. Так вот этот перебор стал гораздо быстрее на компьютерах. Вот эти BESM начались, там ЕС, уже это двинуло обратные задачи вперед. Вот сейчас суперкомпьютеры. И, конечно, машинное обучение выходит на первое место. Нейронные сети, распознавание образов. И вот вам так же повезло, как вот этим ребятам, которых я показывал. Ну, я сам был когда-то в вашем возрасте на первых конференциях по обратным задачам. И тогда это воспринималось, ну, вот примерно как сейчас, то, что вы слушаете, много, интересно, новое. Но где главные идеи? Их, они еще только появятся. Возможно, сегодняшние лекторы их сформулируют уже в виде учебников. А вы будете, вот, как я, через 50 лет уже это транслировать молодому поколению. Хотя сейчас все быстрее идет. Вот появились суперкомпьютеры, если до квантовых доведется, дожить, то тогда и новая математика появится. Новая вычислительная математика. Хотя классика, она как была, так и остается. Вот обратные задачи считать не буду. Это, я уже говорил, есть прямые задачи. Давайте я лучше нарисую. Вот, что такое прямые задачи? Это дифференциальное уравнение, матфизика, все, что сегодня мы смотрели. Ну, вот, для порядка я добавлю время. Значит, нулевая производная, первая производная, эллиптический оператор с коэффициентами, так, источник G1. Вот есть уравнение. И все, что у этого уравнения, значит, х принадлежит некоторой области омега из пространства. Ну, вот, пусть многомерное пространство. А t в реальной жизни это всегда какой-то интервал. 0, t большое. 0, t большое. Задаются данные каши при t равном нулю начальные условия. Ну, сегодня мы об этом поговорим. Вот, в частности, для дифференциальных уравнений. Производная, если уравнение второго порядка, тоже при t равном нулю. Ну, u1 от x. И задаются данные на границе. Ну, там, гамма 1 u плюс гамма 2 du pdn, производная по нормали. И все это на границе области. Тоже некоторая функция, ну, g2, скажем, от xt. Вот прямая задача. Это эллиптическая, параболическая. Значит, вот так будет. c равно нулю, это эллиптическое уравнение. Параболическая, если это эллиптический оператор. lp действует на u. Так? А если c0, c1, 0, это эллиптическая задача. Ну, все, какие здесь. Это простейшая схема уравнений математической физики. Простейшая. Есть еще интеградифференциальные, сложные, смешанные и так далее. Но самое главное, если заданы условия 1, 2 и 3, то это и говорят, есть прямая задача. В этой прямой задаче необходимо, чтобы были известны коэффициенты, начальные условия и граничные условия, включая вот эти функции. Если это все задано, тогда математики приступают к решению прямой задачи. Ну, и, если уж строго говорить, доказывают теоремы существования решения, единственности и устойчивости. То есть, корректность задачи означает, что решение существует, решение единственно и решение устойчиво. Вот до середины 20 века так математика и развивалась. Решали прямые задачи. Обратные возникали, но эпизодически. Но когда появились компьютеры, стало понятно, что, наверное, обратные можно решать. Что такое обратные? Допустим, что какие-то параметры прямой задачи неизвестны. Например, геофизики, система уравнения теории упругости, а мы не знаем, что под землей. Дальше 11 километров человек даже не проникал. А надо бы знать, что там, как остановить. Иногда неизвестна граница области, иногда даже вид уравнения неизвестен. Это уже машин Лёнинг, когда и закон-то неизвестен. Нейронные сети включают. Но, тем не менее, если в прямой задаче какие-то параметры неизвестны, любой, какой вот не возьмите, но имеется дополнительная информация о решении задачи, вот, о решении, их много видов информации. Измеряют колебания, измеряют спектральные характеристики. Данные рассеяния, интегральные характеристики и так далее. То тогда возникает обратная задача. Неизвестны в прямой задаче что-то, кроме решения, неизвестно, но есть дополнительная информация. Вот я ее буквой F назову, F малая. Это такие задачи называются обратными. Надо обратить вот с этой информацией, получить что-то, ну, конечно, недостающие параметры установить. А если мы их найдем, так мы и решение прямой задачи найдем. Поэтому решением называют часто и функцию U, и неизвестные параметры. Вот обратная задача. В общем виде ее можно записать так. Неизвестные параметры – это Q, а дополнительные информации, все, что известно, это F. Операторное уравнение. Вообще говоря, это нелинейный оператор. Он переводит пространство Q в пространство F. Причем Q и F могут быть произвольны. Начиная с 0,1, как обычно логические, да, потом натуральные числа, целые, вещественные, эвклидово пространство, Гильбертово, Банахово, метрическое, ну и топологическое даже. Вот. Вот. И Q и F могут быть одним из этих множеств. Вот такое разнообразие обратных задач к настоящему времени. А всего лишь с 63-го года так много успели получить. Вот общая постановка. Вот то, что я написал, но я это оставлю на доске, чтобы было видно. И посмотрите в машинное обучение. Ну, из Википедии, скажем. Ведь тоже очень похоже, видите. Имеется множество объектов, ситуации, вот. И имеются возможные отклики, реакция F. И некоторая зависимость между объектами. Я в своих терминах переписал, да. Так вот. Ну, и если известна совокупность вот этих выборок, Q, И, Т, Ф, К, Т, допустим, да, то надо вот восстановить эту зависимость. Но это в лучшем случае. Мы даже не знаем, какого типа уравнения. Может быть, оно эллиптическое, а может быть параболическое, а может интегридифференциальное. Надо его восстановить. Конечно, машинное обучение гораздо шире. Там не только уравнение. Это может быть. Вот. Ну, а теперь вот вся эта классификация. Сейчас уже сотни книг, 10 журналов примерно по обратным задачам. Видите? Во-первых, по типу областей, во-вторых, по типу уравнений. Вот я написал, вот я, видите, написал там, эллиптические, параболические, интегридифференциальные. Потом по типу неизвестных. Иногда источник ищет, иногда граничные условия, коэффициенты ищут. Пытаются параболическое обратиться. Пытаются параболическое обратиться. Тоже некорректная задача. Ну и по типам информации. Ну и по типам информации. В какой-то момент времени ты в некоторых точках измеряет кинематические данные, когда волна приходит в цунами, например, или в сейсмике. Спектральные данные. Это еще Лорд Релей поставил. Задачу, можно ли по частотам свойства струны восстановить. Оказалось, можно. Оказалось, можно. Это уже в 20 веке показали. Данные рассеяния тоже. Данные рассеяния тоже. Классические задачи. Все, что мы видим, это данные рассеяния. Можно ли восстановить объект? Мы восстанавливаем в жизни. Значит, можно. Значит, можно. Ну и, конечно, обратные задачи, базируясь на классической математике, постепенно использовали и оптимизацию, и статистику. Ну и то, что сейчас впереди, конечно, обратные задачи, так или иначе, пытаются черпать то, что идет. Ну, когда я начинал, вот только эти были. Квадратики и только догадывались, что математическая статистика – это обратная задача теории вероятности. По наблюдениям надо восстановить плотность. Ну, оптимизацию начали использовать, потому что подбор, подбор вариаций, те более целенаправленно, это, наверное, главное. Так, ну вот, теперь, вот, если говорить о математике, то, конечно, в линейном случае так пишут. Затем, самое простое, что пишут голову, надо минимизировать функционал. И включаем методы оптимизации. Градиент вычисляется. Градиент вычисляется. Если не линейный оператор, то производная фрешиса, приженная. И дальше идут, вот, называют, все градиентные, методы градиентного спуска. И Ньютона Канторовича. И Ньютона Канторовича, это более сложный. Но, если повезет, то быстро. Есть и прямые методы. Ну, есть и прямые методы, я о них не буду говорить. Когда-то вот это... Аистотель начал. Аистотель начал. Причем вот Хокинга... Об этом даже было в книге. Об этом даже было в книге. Аистотель первую обратную задачу решил. Восстановил форму Луны. По тени. По форму Земли. Он доказал, что Земля круглая. Потому что были... Глядя на месяц... Глядя на месяц... Хотя эта задача... Его можно было оспорить. Его можно было оспорить. Может быть, Земля барабан. И тоже так же. Тогда он привлек, как в обратных задачах делают, дополнительную информацию. Какую? Была известна сила тяжести, что падает именно к центру Земли. Если бы это был барабан, то на краю барабана, тела бы падали к центру барабана. И плюс, когда мы придем, передвигаемся по планете, звездное небо меняется. На плоскости этого неба не было. Звездное небо было одним и тем же. Аристотель пришел к выводу. Ну, кстати, он-то был ученик Платона, тот тоже говорил, что все, что мы видим и слышим, это эхо. Мы видим тени на стене пещеры и слышим эхо. И слышим эхо. А то, что происходит в пещере, мы не знаем. Там что-то они делают, а мы видим только... То есть мы решаем обратную задачу. Уже угадываем, что там происходит. Ну, так же и Кант. Ну, так же и Кант о своих очках пространства временных идей. Вот некорректная задача, наверное, с Ньютоном. Наверное, с Ньютоном начались, когда он ввел понятие производное, если говорить математически, это некорректная задача. Потому что функция задана приближенно, она может быть ступенчатой, не иметь производное приближение. А мы, тем не менее, ищем конечными разностями, сплайнами. Это как раз регуляризация, конечно-разностная аппоксимация, это регуляризация, задача дифференцирования. Ну и совсем известные, близкие к нам методы Гаусс, Лежандр, они... Это Лис-сквес, по разным соображениям, примерно в одно время пришли... Ну и, конечно, вот совсем близко... Мне довелось Леонид Витальевич Конторович в Новосибирске. Видеть еще Нобелевский лауреат по экономике. То, что Каширин для функций многих переменных, Конторович для операторных уравнений. Ну вот я покажу. Очень интересное линейное программирование. Хорошо результаты известны. В 1963 году был симпозиум в Новосибирске. Был симпозиум в Новосибирске. Исич Лаврентьев, Исич Лаврентьев, Исич Лаврентьев, Исич Лаврентьев, Исич Лаврентьев. И вот Андрей Николаевич Тихонов. Приближенно. Вот Андрей Николаевич к этому и подбирался. Здесь вот много известных математиков. Здесь вот много известных математиков. И Михаил Николаевич Тихонов. Второй, после Андрея Николаевича Тихонова, классик. И вот на этой фотографии Курант, Нивенберг, Питер Лакс. Питер Лакс, кстати, все еще входит в коллегию нашего журнала. Так, удивительный человек. И классик, живой классик. Ну и наши. Гильфант, Израиль Гильфант, Маргю Вич Крейн. И так далее. Андрей Николаевич часто приезжал в Новосибирск. Я вот там где-то сижу. Организовывал эту конференцию юбилея Михаила Михаила Чалаврентьева. И вот это два классика российских обратных некорректных задач. Еще Валентин Константинович Иванов. Но мне его не довелось видеть. Вот пример задачи, которую мы, надеюсь, мы, Тесан Владимирович Гассникову, будем решать. Вот типично некорректная задача. Данные Каши только заданы на времени подобной поверхности. При х равном нулю для волнового уравнения. И вот пример. Называют пример Адамара. Он первый. Я задачи Каши для уровня Лапласа придумал. Вот пример. Когда данные Каши стремятся к нулю. Ф стремится к нулю, а производные вообще ноль. А решение неограничено растет. Типичная некорректная задача. Адамар такой же пример придумал для эллиптического уравнения. Здесь ноль. И многие подумали, что тогда и не надо ими заниматься. Такая неустойчивость. Немножко всколыхнули данные. Чуть-чуть на единственное. К нулю. Стремим данные, а решение к бесконечности. Вот это данные, а решение к бесконечности. Оказалось, что надо. Оказалось, что надо. Потому что это задачи практически. Мы на поверхности Земли или на поверхности тела можем много измерить. А внутрь нежелательно или не можем попасть. Но все-таки решать задачи надо. Ну вот Курант, кстати, еще не зная, что есть некорректная задача, он эту задачу Эрихард Курант исследовал. Вот это классические книги Курант Гильберт методы Монтфизики. Потом изучал задачу восстановления функций по сферическим средним. И показал, что задача имеет единственное решение. Но она неустойчива. Ну и, конечно, Иван Валерьевич будет о сингулярных числа. Это основа. Значит, сингулярные числа – это главное, что позволяет исследовать степень некорректности. Эту сложную формулу пока не смотрите. После лекции Ивана Валерьевича возьмете мою презентацию, посмотрите. Вот эти сингулярные числа, они… Ну что это такое? Сингулярные числа – это матерцы и оператор, а она сопряженная. Его делают положительно, умножая на сопряженная. А потом смотрят собственные числа. Тогда собственные числа становятся положительные, и их можно смотреть вещественные. Их степень убывания говорит о степени некорректности задачи. Вот это очень важно. Вот это очень важно. И в задачах распознавания, и в задачах оптимизации. Надо понять сначала степень некорректности задачи. И тогда будет легче. И тогда будет легче. И вот видите, например, то, что я вот здесь написал, вот сингулярные числа. Вот сингулярные числа. Видите? Сейчас, извините. Вот, извините. Для оператора Аллопласса они убывают очень сильно, некорректная задача. Для параболического, если тоже идти с поверхности вглубь, тоже очень нехорошее. Вот для оператора, для волнового, есть надежда что-то получить. Потому что есть набор сингулярных чисел достаточно хороший. Это зависит от частоты. Это вот здесь геленгольцы, когда переходим. Частота работает. Поэтому волны, они проникают всюду. Высокие частоты электромагнитные глубоко не пройдут, а низкие могут всю Землю пронизать. Поэтому, играя вот на частотах волны, можно много что увидеть. Вообще, все, что мы видим и слышим, это волны. Даже скала – это сгусток волн. Весь мир – это волны. Поэтому к волновому особенное внимание. Ну, это как СВД. Это я уж так придумал. Чтобы легче служить. Это как рентгенские лучи пронизывают задачу. В общем, скелет задачи. Ну, а, конечно, с этим СВД очень интересно. Начали в алгебре. Все истоки обычно из алгебры, из анализа, идут основные идеи. В алгебре – это, видите, как было. Каждую матрицу, любую матрицу АМН. Можно представить в виде произведения. Ортогональных двух матриц У и В. И диагональные матрицы. И вот эти числа будут неотрицательны. Их называют сингулярными числами матрицы. И вот такие свойства есть. Потом это, конечно, теремия интегрального уровня. На интегральный уровень первого рода была перенесена. И в конце уже на операторную уровню. То есть в самом общем виде то же самое, что и в матрицах есть. Это, конечно, к теории информации пошло. Потому что началось все с поперечников Калмогорова. Он сначала ввел, потом началось исследование. Началось исследование. Пантрягин. И Калмогоров еще. К теории информации. К теории информации все это как-то поближе подошел. Поближе подошел. Эпсионентропию ввел. В итоге вот я к некорректным задачам. Я далеко не буду уходить в эти области. В итоге вот эта вся линия. Это не все. Я только говорю поближе к некорректным. Была введена эпсионентропия. И Марк Крейн в своей книге с Голдбергом. Они изучили свойства сингулярных чисел. И дали геометрическую интерпретацию. Значит, сингулярных чисел. Сингулярных чисел. И очень интересная работа. Очень интересная работа. Диаметр множества. Сингулярных простанций. И теория наилучшей аппроксимации. И они дали... Даже они еще ввели не только сингулярных числа. С числа ввели. Потому что бывает, что оператор не обязательно компактный. А чуть пошире ограниченный оператор. И не отрицательные они ввели с числа. Некоторые обобщения. Некоторые обобщения. И геометрическую характеристику этих чисел. И уже самый такой практичный, наверное, из вычислителей. Долгое время он был закрыт. Закрыты были его работы Константин Иванович Бабенко. Он исследовал алгоритмы. Используя соотношение между этими числами. Вот этими числами, поперечниками, эпсиоэнтропией, множеством этих двух Q и F. И простейшую некорректную задачу он анализировал очень четко. И показал связь поперечников, эпсиоэнтропии, компактов. Что такое некорректная задача. Проще говоря... Сейчас, секунду. Вот оценка некорректности. То есть некорректные задачи, компактный оператор. Он отображает очень широкие множества, очень узкие множества. Поэтому обратить его очень трудно. Можно попасть в такое огромное поле, обращая компактный оператор. Или вообще даже неограниченное какое-то множество. И надо научиться выбирать решение. Аккуратно выбирать из множества. Ну, здесь вот по искусственной интеллекту не мне вам говорить. У вас будут ректоры. Но все-таки, видите, очень много сейчас слов. Я вот когда стал собирать, тут рефераты смотрят все прочее. Но вот напомню, первый слайд, что все-таки это где-то аналогия с обратными задачами есть. Надо научиться аккуратно, быстро перебирать. Самый первый способ, который я предложил Андрей Николаевич Тихонов, метод для геофизиков. Подставляются реальные среды геофизические, вычисляются, в машинном обучении то же самое. Вычисляются отклики, сейсмограммы, электрограммы. А потом смотрят, какая палетка лучше подойдет. Ближе всего даст такой отклик. Но если это поставить на поток, суперкомпьютер может, если его научить хорошо выбирать, он это сделает гораздо более эффективно. Ну, это в целом близко к аппроксимации функций. И вот тензорное разложение помогает очень быстро находить. Фактически, что такое большой тензор? Можно сказать, в виде огромной матрицы, которую мы никогда не увидим. Ни столбцы, ни строки. Они в компьютер не помещаются. Но тогда статистика. Либо какой-то законный идти в столбцах и строках матрицы. Либо мат-статистика. Два подхода только. Известные. Более-менее так. Где можно что-то обосновать. Бывает и интуитивно. Бывает и интуитивно находят. Вот. Значит, я так коротко хотел вам. Началось где-то вот. Дочь Джорджа Байрона. Джорджа Байрона. Некоторые считают ее первым программистом. Но они работали с Бэдиджем. Он создал первую разусную машину. Он создал первую разусную машину. Как автоматизировать вычисления. Вот его сын потом реконструировал. Потом реконструировал. Она стоит в музее. И тут, конечно, мы не можем. Мы живем в нашей стране. Есть стратегия развития. Огромные задачи перед искусным интеллектом. И здесь вот. И здесь вот. Это я опускаемый. Это я опускаемый. Ну, самое главное, что... Это, как правило, если это задача большая, матрица гигантская. НП трудные задачи. Там перебора. И уже введены классы сложности. Классы сложности. И есть алгоритмически неразрешимые. И, по сути дела, вот сейчас, когда мы с этой цифровизации начинаем ощущать всюду, начиная с наших телефонов, что вот вычислительная сложность в таких задачах, как распознавание, классификация объектов, она похожа уже одной из фундаментальных характеристик природы для нас. Так же, как вот постоянная планка, скорость света в вакууме. Скорость света в вакууме. От нее никуда не деться. Либо мы сможем вычислить, хотя бы приближенно, либо нет. И вот здесь вот где-то предел наших возможностей. Ну, вот смотрите, в таком мозге человека примерно 6 миллиардов нейронов. И 10-12 синапсов всевозможных связей между этими нейронами. И вот давайте назовем логические элементы. И вот получится, что это примерно 10-17 логических элементов. Современные вот, видите что, это компьютеры потребляют… Сейчас вот пройти честно, я вас здесь вот следующий покажу. Смотрите. И вот если минимум сопоставимых с результатами вентиляции… С результатами вентиляции у нас записано в этом… Как это? Стратегии, да? Стратегии, да? То современные микропроцессоры и вентильные матрицы содержат около 10-10 этих элементов. То есть на 7 порядков меньше, чем в мозгу человека. А у нас энергия практически никакой не потребляется. А сколько надо суперкомпьютерной энергии? Они употребляют огромное количество энергии. Здесь, конечно, то, что вы в этой школе изучаете, это самое главное сейчас, что стоит перед человечеством. Ну и математики это тоже. Математики это тоже. Вот равенство классов П и НП, это одна из 7 задач1000-летий. Нам повезло мы математикам… Математикам Пьерельман Григорий… Кто-то может быть из вас, кто-то может быть из вас, продвинется и в этой. Ну и вот это вот число, смотрите, это примерно, даже число Шеннона, сколько партий шахматных, оно больше, чем число атомов во Вселенной, наблюдаемой Вселенной. Ну как это перебрать? Ну практически невозможно, ну практически невозможно, хотя уже вот примерно шествие искусственного интеллекта и по шахматам уже победа над чемпионом мира по год, то есть продвигается это дело, ну конечно, это не простой перебор, это искусственный интеллект. Ну вот теперь ковиду ближе. Я не принимал обратные некорректные задачи, мне как главному редактору сразу пришла статья из Китая, сиеровская модель в январе, на третий день после того, как объявили, мой хороший друг, вице-президент китайского математического общества Джин Ченг прислал статью по сиеровской модели. И вот наша группа, мы стали тоже работать, ну получается вдогонку, но тем не менее. И вот здесь, конечно, основные сложности, это большие данные, вот сегодня в двух лекциях вы это слышали, все, что мы знаем, это очень много. Это количество зараженных, количество умерших в каждом районе, в каждой стране, причем недостоверно, это тоже так. Где-то одна статистика, где-то другая и так далее. То есть данные большие, неполные и еще очень сильно зашумленные. Иногда, ну мы исследуем Новосибирск, Академгородок, знаем прекрасно, кто болеет и как болеет, статистика, она не всегда вот умер от воспаления легких. Ну что ж теперь, не будешь же там к врачу ходить, говорить или что. У меня вот, например, и сестра, врач, заболела, лечила от пневмонии, очень много людей, не в Академгородке, а в Саранске. Потому что статистика, она всюду, ну она, это ведь люди, кто-то так записывает, кто-то так, и уверенности нет и так далее. Значит, это вот по данным. Процесс, конечно, нелинейный очень сильно. Во-вторых, он капал. Что это такое капал? Это он связан. Не просто сиеровская модель. Есть еще модель развития экономики. Это другие уравнения. И они связаны. Нельзя просто так вот взять одну модель и с ней работать. Это только начало. Это можно объяснить что-то локально. И вот сегодня очень хорошо сказал Юрий Евгеньевич, что, конечно, на коротком промежутке, если все мы будем знать, когда включили ограничения, когда их отменили, когда снова включили, мы можем просчитать кривую. Ну, кстати, мы можем и интерполировать, и временной ряд продолжить, и так далее, экстраполировать. А вот в целом, это, конечно, надо связывать и с экономикой, и с... Ну, например, у нас была Пасха, как и в России все, в Академгородке. И через 10 дней все батюшки прихода в инфекционном отделении оказались все. Их 6 человек. Все сразу в больнице. Вот вам Пасха. И это, конечно, любое такое событие с тревогой ждем 1 сентября, потому что все возвращаются из отпусков, и вы тоже. И, конечно, это надо учитывать. Очень осторожными быть. Молодежь должна в масках ходить, кстати. Мне 67, я могу, если я болею, так сразу по мне видно будет. А, кстати, вот сегодня Катя говорила насчет загара. Я загорел в Академгородке на пробежках. Мы все делаем дистанционно. Я не могу приходить ни в институт, ни в университет. Это очень хорошо. Правильно у нас ведется в Академгородке эта работа, поэтому относительно мало болеет. Мы все... Я целый день сижу за компьютером. Ну, чуть свободные минуты, я в лес убегаю. Или на Обское море. Вот и все. Там никого нет. Поэтому я и вам советую. Ну, хотя вы молодые, вам, наверное, не так сильно грозит это вот легче переносице. Дальше. Алгоритмы, конечно, они очень неустойчивые и очень дорогие, если считать серьезно. Это очень много. Ну, вот что тут? Конечно, как математикам во всех минусах бывают какие-то хоть маленькие, но плюсы. Как математикам математики получили плюс, потому что люди стали говорить о статистике, о теории вероятности, о моделировании. По телевизору, особенно первые месяцы, каждый день. Вот модель математическая. Это сработало, это не сработало. Я вам скажу по своему опыту. Каждая модель что-то описывает и где-то она что-то подтверждает. Ну, это так же, как вот... Но нет универсальной той, чтобы все описала. Поэтому локально можно собрать все данные и просчитать на неделю вперед. Но если мы включим, вот у нас модель есть, транспортные потоки между городами. Это тоже известная информация. Если их включить, тогда Сеировскую можно объединять. В каждом городе она своя, а еще плюс транспортные потоки. Это обмен. И так далее. Так что вот для математиков, конечно, задач прибавилось, и очень важных. И даже вот сегодня будет круглый стол. Это ведь не только описание самой эпидемии. Это еще и иммунология, что происходит, как вирус работает внутри человека. Это иммунология. У нас тоже идет. Ну, кстати сказать, довольно быстро президент Академии наук России, Академик Сергеев, создал рабочую группу. Вот мы туда входим, наша команда. Каждый понедельник мы сидели и обсуждали. Нам было очень непросто. Это у нас было 10 часов. Это нерабочее время. И в Москве в нерабочее время 6 часов президент Академии наук, его группа, Нижний Новгород, Новосибирск. Мы обсуждали эти задачи со всех сторон. Ведь это еще и иммунология, это еще и психология. Я даже в газете как-то ввел такой термин. Это электронный ковид-19. То есть новости о ковиде – это тоже ковид, только он работает в социальных сетях и в мозгах наших. Он тоже в каком-то смысле разрушает человека. Он тревогу, стресс создает. Люди во многом поменялись. Многие люди поменялись за эти полгода. Что-то более раздраженно, что-то более так легко стали относиться. Это электронный ковид в головах. Плюс, конечно, вот тоже, кстати, уравнение, диффузионное уравнение, распространение новостей в соцсетях. Ну, все подряд мы не можем, поэтому мы пока что, извините, мы пока что вот по… Вот в Штатах масштабно стали. Они пять сценариев. Пять сценариев сразу. Вот сегодня был вопрос. Нельзя ли самый худший сценарий, ну, когда все раскрыто будет? То есть никаких ограничений. Можно, вот они рассчитывали. Ну, вот мы для начала брали агентную модель. Ольга Кривородькова сейчас. Вот смотрите. Ну, можно 300 человек взять. Вот они, вот они, сегодня уже много об этом говорилось. Вот как они идут по небольшому количеству. Вот. Ну, вот я к Сеировым моделям сейчас перейду, потому что они наиболее известные. Сегодня очень хорошо Евгений сказал по выводу этих уравнений. Хотя там очень большое допущение. Посмотрите. Конечно, Сеировские модели, они давно известны в химкинетике, реакции. И скорость изменения зависит от произведения. Значит, как одна группа общается с другой группой. Вот сейчас я покажу, да? Ну, и, конечно, допущение очень уж сильное такое. Ну, давайте вот, что мы тут использовали. Значит, стоп коронавирус. Так. Джона Хопкинса вот этот сайт. Потом все эти, вот как это в России происходило. Модели, об этом сегодня говорили, они давно и долго изучались. Вот на это и остановимся. Значит, здесь еще добавлены, значит, ДЭТ, умершие. Ну, в общем-то, все понятно. Вот диаграмма моделей. Вот эти переходы. Видите, произведение. Что это означает? Что это означает? Считается, что все обязательно со всеми. Такого не бывает, конечно. Такого не бывает, конечно. Но в химических реакциях, да. Когда смешали два реагента, они обязательно. Реагенты, они обязательно. Это из химкинетики вот система появились. А у людей так, конечно, не бывает. Группы есть. Группы есть. Надо их разбивать. Поэтому, кроме сиеровских, есть еще агентные модели. Кроме сиеровских, есть еще агентные модели. Или как называют? Называют там. Ориенты. Агентные проще. Агентные проще. Например, Москву рассчитывали агентные модели уравнение переноса. Примерные точки, где москвичи двигаются, как передвигаются, ограничения и так далее. Ну и 15 миллионов частиц, это уравнение переноса с ограничениями. Этим занимался Снежинск под руководством Геннадия Ракованова. У них хорошие получились результаты. Насколько я знаю, они получили грант на 300 миллионов. По 100 миллионов в год на развитие агентного моделирования. Ну скорее всего агентного. Хотя Сировская тоже там будет наверняка. Сейчас довольно много грантов уже разыграно. Получили несколько групп по развитию вот этих моделей. Ну что здесь главное? Ну что здесь главное? Сегодня много об этом говорилось, но вот красным отмечено неизвестное. Вот почему мы как специалисты по обратным задачам к этому пришли? Это и есть наша специальность. Дополнительная информация это что? Это известные зараженные, умершие и так далее. Вот они. Это ежедневные данные. Их можно с сайтов собирать. Коэффициенты-то неизвестные. В основном они неизвестные. Есть некоторые пределы, в которых они меняются. Разумные пределы по выводу уравнений. Так что вот то, что я написал в эти параметры, здесь вот красным отмечено. Коэффициенты. И сегодня был вопрос, можно ли первого заболевшего обнаружить? В принципе можно. Закрытые модели можно. Новосибирские. Потому что, сейчас извините. Вот это что у нас? Данные каши. Вот здесь. Е нулевое. Вот приехал один человек в Новосибирске. А дальше развивается ситуация. Если у нас будет много данных, то в принципе мы доберемся. То в принципе мы доберемся. И до Е0. Все зависит от свойств. Все зависит от свойств. Обратной задачи. Обратной задачи. И вот помимо... Ну давайте я... Сколько у меня времени? Так. Сколько у меня времени? Извините, пожалуйста. Я часы не отметил. Я часы не отметил. Так. Как? Как? А. А. А, еще 40 минут. Ну, вот. А, еще 40 минут. Я чувствую, как лектор. Я чувствую, как лектор. Пора перерыв делать небольшой. Пора перерыв делать небольшой. Пять минут. Поэтому я его сделаю вот так. Я вам сейчас нарисую. Смотрите. Смотрите. Значит, это... Вот. Вот. Если задача не линейна, то, конечно, сначала ее линейизуют. Берут производную фрише. Линейный оператор. Линейный оператор. Вот. Вот. И в любом случае, если оператор компактный, задача некорректна. И вот с точки зрения математики, в общем, не знали, что же с этим делать. Используя пример Адамара, многие физики особенно, да и математики половина. Говорили, наверное. Говорили, не стоит рассматривать некорректные задачи. Если ошибемся в данных, то ничего не получим. Ошибемся в решении. Вот Андрей Николаевич Тихонов предложил. Я вам показывал фотографии. Я вам показывал фотографии. Где-то в 63-м году пошли его работы. Новое понятие корректности. Вот я там написал. Существует единственное устойчиво. Андрей Николаевич предложил. Давайте не будем доказывать теорему существования. Во многих задачах это невозможно. Во многих задачах это невозможно. Слишком сложно. Неконструктивно. То есть предполагается, что решение существует. Причем из некоторого компакта. Из множества куб. Предполагается. Предполагается. Не доказывается. Иногда это можно доказать. Иногда это можно доказать. Метод Гельфанда-Левитана и других. Но это очень сложно. И не дает никаких преимуществ при численном решении. Второе. Давайте обязательно докажем единственность. И будем говорить так. Будем говорить так. Задача называется условно-устойчивостью. Если малым изменением данных, не выводящих решение из компакта. Соответствуют малые вариации решения. Вариации решения. Называется условно-устойчивость. Так вот, когда стали говорить об условно-устойчивости, то оказалось, что можно, зная оценки условно-устойчивости, можно привести регуляризацию. И вот что сделал Андрей Николаевич Тихонов. Вот в 63-й, 63-й, 64-й год. Главное. Основывалось его. Основывалось его. Эта условная устойчивость. Это уже потом Михаил Михаил Славлентьев. Андрей Николаевич предложил вот что. Давайте мы будем минимизировать этот функционал. А от Q минус F. Ну, лучше квадрат, конечно. Потом мы уже стали уходить. Я Гильбертовых пространств. И давайте будем минимизировать. Но давайте учитывать, что все-таки норма, чтобы сильно не росла, ограничим норму с некоторым альфа. И давайте будем учитывать, что данные с ошибкой заданы. И вот этот функционал называли функционалом Тихонова. Он зависит от альфа, от дельта, Q. Вот если мы будем искать минимум вот такого функционала. Во-первых, он уже более такой регулярный, потому что добавили альфа, норма Q. Во-вторых, можно, ну, здесь очень много было теорем. Одна книжка у меня есть там, 102 теоремы о регуляризации. 102. Ну, как всегда, если есть фундаментальная идея, там можно много потом сделать хорошего. Точные теоремы доказать, и очень много. И вот, значит, в зависимости от связи альфа и дельта, вот если мы будем альфа стремить к нулю по определенному закону, его тоже в каждой задаче ищут свой, то оказывается, что вот это вот Q альфа-дельта будет стремиться к точному решению. К точному решению. Вот это основная идея регуляризации Тихонова. Ну, и вообще вот такого подхода. Если задача неустойчива, давайте так будем говорить. Мы даже не можем доказать, что ее решение существует. Чаще мы знаем, что оно существует. Плотность в земле есть всегда. Значит, если будем задачу некорректную регуляризировать, то, наверное, к точному будем приближаться. Надо изучать связи альфа-дельта, то есть аккуратно выбирать параметр альфа. В чем здесь вот, что такое альфа? Параметр регуляризации, почему он возник? Ну, молодой Михаил Михайлович Лаврентьев, он еще до работ Тихонова Андрея Николаевича, где-то в 1956 году, он это провел на матрицах. Посмотрите, довольно просто. Вот если у нас есть положительная определенная матрица, но она всего-навсего положительна, она не отделена от нуля, то есть ее собственные числа как угодно близки к нулю, то как решать это уравнение? Как решать? Мы, ну, в самом простом случае, вот, лямбда 1, лямбда 2 и лямбда n, ну, почти 0. Как делить на 0? Это будет неустойчиво. И вот идея Михаила Михайловича была простая. Давайте добавим положительное число альфа на q. Это всегда имеет решение. Если матрица положительно определенная, добавим альфа, всегда имеет решение. А потом альфа будем постепенно уменьшать. И будем стремиться к точному. Он доказал, что это можно сделать. Андрей Николаевич ввел вот этот функционал. Более общий случай взял. Потому что теперь уже а был произвольный оператор. Здесь альфа. Но давайте заметим, что если мы продифференцируем этот оператор, возьмем производную фрише, да, то мы получим что? Альфа q плюс 2а со звездочкой а. Здесь а. Ну, я в линейном случае. А q минус f. Если мы продифференцируем, мы получим то же самое уравнение, как у Лаврентьева было. То есть идеи, конечно, они все логически, одна из другой вытекают, основаны на понятии разумного логического перехода от известного, от простого, чуть более сложного. Ну вот здесь мы, конечно, все это использовали в линейном случае. Но следующая идея в обратных задачах, в этой всей неопределенности, это вот новое слово такое, идентифицируемость модели. Идентифицируемость. Identifiability. Это очень сложное слово такое. И поначалу, его еще не было во время Андрея Николаевича Тихонова и его школа, когда развивалось это. Ну, появилось сравнительно недавно. Ну, появилось сравнительно недавно. Я попытаюсь вам показать, что такое идентифицируемость. Показать, что такое идентифицируемость на простом примере. На простом примере вот не ходить. Чтобы далеко не ходить. Сингулярные числа. Так, здесь написано. Или мне стереть. Или мне стереть. Надо. Или повернуть доску. Или повернуть доску. Вот. Очень хорошо. Я ее разверну. Я ее разверну. Я не знаю, как стирать. Я не знаю, как стирать. Будьте добры, Саша. Будьте добры, Саша. А, вот так. Спасибо. А, вот так. Спасибо. Вот смотрите. Вот смотрите. Я сейчас объясню идентифицируемость. И вы поймете, что... И вы поймете, что... В случае, когда решение не единственное. В случае, когда решение не единственное. Это тоже подходит. Это тоже подходит. Часто в оптимизации много бывает минимумов. Спасибо большое. Смотрите, вот у нас есть матрица. АМ на Н. М количество строк. М количество строк. Значит, это будет... Н равняется ФМ. Прямоугольная. Прямоугольная матрица. Прямоугольная матрица, да? Ну, теорема о сингулярном изложении нам что говорит? Что любую матрицу, в том числе и вот эту, можно представить в виде УММ диагональная сигма МН и опять ортогональная. Ее традиция такая обозначает ее сопряженной, хотя это не так важно. Она ортогональна НН. Вот. Эти матрицы, у них столбцы взаимно ортогональны. Это хорошая матрица. А эта матрица диагональная. Значит, если М меньше Н, вот, она вот такая. И здесь стоят сингулярные числа. Сигма 1, сигма 2, сигма М. А здесь нули. Вот. Если М больше М, то же самое. Она вот такая. И здесь тоже сигма по убыванию. Обычно их располагают по убыванию. Сигма 2. Вот опять, обращая ваше внимание, когда будет Иван Валерьевич Иосифович рассказывать, вот он сегодня уже обмолвился, сингулярные числа. Это самое главное, особенно в огромных тензорных уравнениях. Они и, ну, у нас Н, вот, здесь нули, и здесь нули, ноль. Замечательная теорема. Она сразу дает, видите, эти матрицы хорошие, а это диагональные, еще лучше. Что она дает? Смотрите, если у нас есть уравнение, Q здесь равно F, M, да? Используя ортогональность, что мы сделаем? Давайте мы сначала слева умножим на U со звездочкой. Всю эту систему. Мы получим диагональная, а ортогональная матрица, она сопряженно является обратной к этой матрице. Получаем сигма МН, на QН равняется, а, здесь еще В, извините, ВНН. А здесь будет УМН со звездочкой ФМ. Ну, как-то уже получше, да? Вот. Ну, вот это же диагональная матрица МН. То есть, относительно вот этого вектора, относительно этого вектора, давайте я его назову ПМ, ПМ, мы имеем диагональную матрицу, систему. То есть, мы можем найти П1, ну, вот этот вектор назовем G. G, так, вот, смотрите, что получается. Что П1 равняется G1 делить на сигма 1. Явно нашли комбинацию. Нашли комбинацию. П2 тоже равняется G2 на сигма 2 и так далее. Ну, мы же не знаем, что это заматывается. Может быть, некоторые уже нули будут. Тогда мы не найдем ничего вот у этих. Если очень маленькие, тоже неустойчиво. Но все сингулярные числа, хорошо отделенные от нуля, позволят нам найти вот эти комбинации. То есть, смотрите, что получается. А что такое комбинации? Это комбинации, это неизвестный вектор, умноженный на ортогональную матрицу. То есть, вот эти вот комбинации неизвестных величин могут быть найдены первые, по крайней мере, несколько первых. Это и есть идентифицируемость в таком простом понимании. То есть, некоторые комбинации, даже если задача очень плохая, некоторые комбинации неизвестных мы можем найти. А это очень много. Вот это основа, первичное понятие идентифицируемости. Дальше начинается исследование уже целой системы. Вот, например, эту систему, мы эту обратную задачу, это ведь у нас обратная задача, здесь неизвестны и коэффициенты, и само решение. Мы ее исследовали новейшими методами, это сложная идентифицируемость, и расположили их в порядке идентифицируемости. То есть, вот этот коэффициент первый можно очень устойчиво найти, второй тоже, хуже всего, конечно, нулевого заболевшего. То есть, тот, кто первый приехал. Это очень неопределенная задача. Ну, это примерно вот, когда уже маленькие сингулярные числа, ту комбинацию нам почти невозможно найти. Но, в принципе, можно. Вот, зависит от количества, видите, если у нас очень много данных, а они каждый день увеличиваются, эти данные, мы каждый день узнаем все больше о заболевших, о, к сожалению, умерших и выздоровевших. Эти данные постоянно обновляются. И вот то, что сегодня Константин Вячеславович говорил о обновлении данных, мне напомнило data assimilation. Вот в погоде, погодных, когда погоду, там постоянно система обновляется. Коэффициенты, потому что там не линейная динамика, это турбулентность, и постоянно обновляется. Видимо, здесь тоже что-то похожее. Вот, фактически, мы пришли к выводу, что все вот эти коэффициенты зависят от времени. И надо включать data assimilation, потому что появляется некий такой иммунитет у многих. По непонятным причинам. Это задача иммунологии. Вот сегодня мы уже обсуждали, что, ну вот я, например, сколько на их пробежках спортсменов молодых встречаю в лесу. Все равно известно, что 5 метров шлейф за заболевшим, вот эта взвесь воздушная, что он выдыхает, там коронавирус. И его вдыхают люди. И в принципе могут заболеть. Почему вот эти маски нужны, особенно молодым, чтобы не выдыхать так далеко. Ну и вот мы же вот у этой рабочей группы часто там и в медике были, иммунологи обсуждали. И, похоже, все приходят к выводу, что небольшие дозы вот этого вот коронавируса переносимые. Они постепенно приучают человека к этому коронавирусу. Это, то есть, вдох, небольшой вдох от заболевшего, за 5 метров даже, он дает какую-то небольшую прививку, возможно. Это гипотеза. Но мы приходим к этому, заболеваемость уменьшается. Там, где неосторожно открывают, границы там или карантин, слишком быстро меняют. Там заболевание. И это понятно, что очень коварный вирус. Ну и вот в этой системе мы сейчас переходим к тому, что вот эти коэффициенты, они зависят от времени. Особенно то, что сегодня Юрий Евгеньевич говорил, контагиосность, то есть заразность. Вот она меняется. Если поначалу он был настолько заразен, что мгновенно все заболевали, то сейчас почему-то этого не наблюдается. Иногда бывает, что вот меньше заболевают, и все. Почему? Ну, это иммунологи изучают. Но то, что эти коэффициенты зависят от времени, это практически очевидно. Задача еще сложнее становится, поиска. Понимаете, это... Вот. Ну и что мы делали? Ну вот обсуждение этих параметров, конечно. Параметров, конечно. Длительный процесс. Длительный процесс. Я призываю там презентацию. Возьмете и почитаем. Но вот есть пределы. Но вот есть пределы. Что спасает в оптимизации? Что спасает в оптимизации? Есть разумные пределы, есть разумные пределы, эти интервалы, в которых меняются. Мы, конечно, все это в дискуссии. Мы, конечно, все это в дискуссии. И с ребятами, и с рабочей группой. И еще у нас есть президиуме сибирского отделения группы. Антивирус постоянно идут дискуссии. Что это за коэффициенты? Что это за коэффициенты? Как они, в каком они интервале? Вектор тоже участвует у нас. Нетесов, Сергей Мойровесин, мы с ним постоянно об этом тоже говорим. Но примерно вот эти вот интервалы есть. То есть оптимизация с ограничениями. Фактически это задача оптимизации. Или как оптимальное управление. Как найти вот эти параметры, вот в таких пределах, с тем, чтобы... Ну и, конечно, предсказание... Конечно, предсказание... Дело неблагодарное. Но можно рассчитывать сценарии. Сценарии, это вот мы говорим, что если, вот, допустим, пойдут в школу и в вузы 1 сентября, сценарий можно рассчитать. Потому что понятно, что будут соединены заболевшие из отпусков. Там дети в школе обменяются, домой принесут, а там уже есть те, кто может заболеть серьезно. То есть для расчета сценариев, для расчета сценариев. Вот американский сайт, который я упоминал. Они 5 сценариев. Ну мы тоже пытаемся. Несколько сценариев сразу для нашей мэрии, для губернатора. Ну чтобы было понятно, чего ждать. Ну вот это вот, видите, sensitivity-based identifiability mode. То есть математически что это означает? Вот это система. Любая система записывается в таком виде. Вот в таком виде. Сиеровская в данном случае. Ну сиеровская в данном случае. Потом дифференцируем по этим параметрам систему. Меняем порядок дифференцирования. И составляется, короче говоря, матрица чувствительности. Примерно понятно. Примерно понятно. Ну вот по этой матрице чувствительности можно. К сожалению, в начале, хороший мой друг Том Бенц, он в январе скончался. Причем тогда и неизвестно. Причем тогда и неизвестно. Может быть это был ковид. Он очень активный американский ученый. Американский ученый. Вот он скончался. Вот он скончался. Сейчас уже. Но он изучал ВИЧ-динамику. И вот хороший был очень человек. И вот у него... Книжку нам эту подарил. Книжку нам эту подарил. Более детально это все. Исследовал. Исследовал. Ну тоже можем поделиться. Тоже можем поделиться. Спрашивайте Никиту, Прохошина и Алексея. Приходь-ка. А дальше будем обмениваться. Дальше будем обмениваться. Мы призываем всех к открытому обмену. Потому что только так наука сейчас может двигаться. Постоянно в интернете обсуждать. Это даже у нас вот экономисты пришли к такому обмену. Компании, которые играют открытые исследования. Они гораздо быстрее сейчас продвигаются, чем те, которые у себя что-то находят, таят от всех, а потом выбрасывают на рынок. Уже, к сожалению, не проходит вот это вот традиционное ведение экономики. Сейчас открытые гораздо быстрее продвигаются компании. Но в науке тем более. Но в науке тем более. Я говорю, один из маленьких плюсов эпидемии, что мы стали общаться со всем миром постоянно. Мы в зуме. У нас семинары идут каждый день по нескольку семинаров с разными частями света. Утром с Китаем, вечером с Америкой, днем с Европой и Москвой. Это хорошая вещь, если вы будете включаться, это гораздо быстрее продвигается наука. Ну вот алгоритмы дифференциальной эволюции использовали. Я в детали не буду ходить, чтобы оставить время. Ну и включая агентные. Включая агентные. Ну вот особенно нам кажется перспективным сейчас, это вот новейшая такая, с точки зрения даже математики, система уравнений. Никита Прохожин занимается. Это Минфилд Геймс. Это Минфилд Геймс. Теория, ну вот так, по-русски как-то звучит. Игры среднего поля. Игры среднего поля. Я уже долго не смогу об этом говорить. Но там тоже, в общем, фокера плавка уровень. Может, Никита на круглом столе нам немножко расскажет. Я так пробегусь только. Это вот начали где-то в 2007, более-менее так строго математически. Я только систему покажу. Конечно, сиеровская модель используется. Но здесь еще и экономика включается. Это уже система более сложная. И вот посмотрите, функционал гораздо более сложный. И здесь уравнение фокера-планка. И вот общая такая система. Она довольно сложная. Ну, наверное, я это все-таки оставлю для Никиты. Расскажет нам. Расскажет нам. Закрылся. Надо еще на обсуждение. Так долго и слушать тяжело. Я могу говорить до вечера. Вас прошу на этом принять мои благодарности. Принять мои благодарности за ваше терпение. И спасибо, что вы меня выслушали. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Говорите, я услышу, повторю. Ну, я воспринимаю отсутствие вопросов, как то, что я очень точно все рассказал. Все понятно. Хорошо. Очень хорошее предложение. Очень хорошее предложение, Александр. Знаете, я вот как лектор, у меня рефлекс такой бывает, что я понимаю, что после 40 минут люди устают. Сидеть даже устанет. Надо подвигаться. Надо поговорить. Поэтому, если будете вопросы во время круглого стола, кто останется? Ничего страшного. Ничего страшного. Да. Да. Что будет в Новосибирске, что будет в других городах. Вот хочется понять вообще, как это все работает, насколько вы сейчас можете спрогнозировать, что будет в октябре. Ну, по российским городам Новосибирск. Да, спасибо, Александр Владимирович. Важный вопрос очень. Но, вы знаете, вот мы первые месяцы занимались эпидемиологией года два уже. Вот только Кривородская, у них грант есть. И спокойно себе рассчитывали. Модели там туберкулез, распространение ВИЧ, совокупность ВИЧ-туберкулез и так далее. И вдруг вот эта пандемия. Ну, конечно, первым делом за эти уравнения делись. Но обожглись на прогнозах уже в марте, апреле, особенно в мае. Почему? Потому что все вот эти коэффициенты, которые в сейеровской модели, они зависят от очень большого количества переменных, от факторов. Ну, вот у нас 8-го числа было заседание рабочей группы. Президент Российской Академии Александр Михайлович Сергеев, когда прощался, было уже, в Новосибирске было 12.05. И он говорит, ну, с будущим Днем Победы. Я говорю, ну, он у нас уже наступил. В Новосибирске уже было 9 мая. И в это время, конечно, а там, в Новосибирске, например, это выход всех на дачные участки. У нас там полгода снег, поэтому, конечно, все на улицу. И в конце мая рост. Мы его не рассчитывали. Потом мы поняли, что надо социальную Пасху, надо включать всевозможные мероприятия. Ну, особенно важно сейчас школы. Я думаю, все проду, все там рассчитано. Но, тем не менее, очень тревожный момент, когда дети пойдут в школы. А у нас в Новосибирском университете все студенты пойдут 1 сентября в университеты. Вот мы, лекторатам, мы не придем. Придут только молодые, ну, как называть, семинаристы. То есть семинары будут вести молодые ребята. Кого не жалко, да? Да? Кого не жалко, говорю. Нет, они менее подвержены. Я пошутил. Да. Я тоже пошутил. Они тоже болеют, кстати. К сожалению, у нас и молодые болеют. Но это зависит. Лучше всего, конечно, надо бегать, спортивную активность надо и так далее, чтобы уменьшить риск заболеваний. Но, с другой стороны, непредсказуемый какой-то вирус. И, конечно, мы прогнозируем на 10 сентября-14 всплеск. Но он предсказуемый. Это все понятно. И у нас есть эти кривые. Ну, как-то их обнародовать. Даже мы подаем, кому надо, в мэрию, в губернатору, ректору нашему. Но все меры приняты. Вот, значит, лекции будем дистанционно читать, из дома. Семинары будут вести молодые ребята. Причем в масках студенты все будут. Может быть, это и обойдется. Ну, будет всплеск, но небольшой, может быть. Все надеемся на лучшее. Ну, вот по прогнозам, вот, например, Юрий Евгеньевич, я с ним до этого разговаривал, до его доклада. У него какой-то довольно такой, ну, не очень веселый прогноз относительно Европы, что, вероятно, будет вторая волна, и она будет практически во всех странах Европы. Ну, может быть, за исключением Швеции, еще там, может быть, чего, кого-то. А относительно России, ну, вообще такого типа постановки вопроса как-то исследуется. Да, мы рассчитываем сценарий, и вот худший сценарий плохой. Лучший сценарий хороший. Ну, лучший, если бы сидели все дома. Или вот как я, вышел в лес, побегал, у меня за окном лес, и вернулся. Насчет лес побегал мы уже тут мем создали. Вот. А так, конечно, вот это вот как раз Минфилд Геймс. Есть два противоположных фактора. С одной стороны, вирус через две недели покинет нашу планету навсегда, если все будут сидеть дома, и все. Через две недели те, кто болеет, переболеют, латентный период пройдет, и он уйдет. Но это невозможно, потому что надо помощь больным оказывать, надо питаться людям и так далее. Поэтому самый плохой, если все сейчас ограничения снять, тогда все заболеют, это тоже понятно. А вот между ними надо искать оптимально. Вот Минфилд Геймс – это система, которая позволяет какую-то вот как-то пройти по краю обрыва, и не сорваться, и в то же время пройти. Но, видите, все-таки как-то в роли пророка такого печального не хочется выступать. Оптимизма тоже никакого нет, потому что мы же, видите, как мы здесь. Хотя вот на пляже, я удивился, когда прихожу, там вообще никакой социальной дистанции нет. Нет. Удивительно. Может быть, солнце помогает, может быть, что-то еще, я не знаю. Ну вот, я эту идею давно продвигал, даже у меня в газете статья есть в «Консомольской правде», что, возможно, вот это вот небольшое вдыхание коронавируса, есть прививка. И она ежедневное вдыхание небольшого количества, возможно, готовит организм, иммунную систему готовит. И мне уже и врачи об этом говорят. Некоторые работают на переднем крае и не заболевают. Они с самого начала предохранялись постепенно. И вот, наверное, есть что-то такое. Я как раз об этом и хотел спросить. Вы, наверное, общаетесь среди людей, которые гораздо больше знают про коронавирус правды, чем мы читаем в СМИ. Все-таки, насчет иммунитета, вырабатывается он или нет, или есть разные разновидности этого вируса, который постоянно мутирует. Так вот, что насчет группового иммунитета? Все-таки, есть он или нет его? Вы знаете, Константин Вячеславович, я убежден, что он есть. Но вот в какой степени, я не специалист. Говорите об этом, но достоверно. Но даже, по-моему, мэр Собянин говорил о 20% уже имеющих антитела. Это и есть иммунитет. Если у 20% населения есть антитела, значит, ну, они привились. Им прививку не ставили, но они где-то вдохнули, где-то переболели, где-то что. У них есть антитела. Это уже, значит, он есть. Так может, тогда и не будет второй волны, или она будет, но несерьезная, так себе волнушка. Вот боюсь говорить, потому что, вы знаете, вот то, что сейчас будет 1 сентября, это выходит за границу того, к чему мы за полгода привыкли. Ребята пойдут в школу. Понимаете, это... У меня вот два внука, я прошу их посидеть две недели, потому что, ну, понимаете, обмен школьниками, он почти незаметен. Они могут все болеть. Это будет не видно. Они у меня, спортсмены, бегают со мной, плавают. Они покашляют и даже не покашляют. Но то, что они принесут родителям или вот бабушкам, дедушкам, это непонятно. И с другой стороны, я прекрасно понимаю, вот годы работы директора приучили меня, что невозможно взять и сдать приказ, вот, ходите все в масках. Его не будут выполнять люди по разным причинам. Кто-то задыхаться будет, у кого-то аллергия, а кто-то подумает, что его не заметят и так далее. Поэтому, конечно, надо идти в школы, ну, с какой-то остальной. Вот мне понравилось решение одного из ректоров Новосибирска. 1 сентября пойдет первый курс, через неделю второй курс. И это логично, потому что у нас на Мехмате большие дискуссии были, вот, дистанционно. Ну, конечно, матанализ, первый курс, необходимо очно лектора слушать. А лекторы все постарше меня. И вот как избежать? Ну, в соседней аудитории будет читать. Да нет, вообще в университет не пускают, 65+. Я очень рад. У меня декан мой ученик, он выходит, и мы с ним разговариваем во дворе университета. Мне это лучше. Но ребятам нет, конечно, лекции надо слушать. Вот сегодня даже, видите, вот одно дело, я бы с экрана что-то вещал. А по-моему, хотя очень хорошо, что вот такие, вот сегодня мы послушали Евгеньевича, по-моему, вот на будущее стоило бы записать презентацию, а он бы сидел, слушал, отвечал на вопросы. Потому что вот эти сбои, они, конечно, немножко мешали. Я там в гостинице когда сидел, раз, и нет связи. Может быть, стоит лекцию записать заранее, а ее прерывать, когда есть вопрос, он сидит и отвечает. Это я вот для себя. У нас будет очередная конференция, я вам показывал фотографию. С 3 по 14 сентября, обратная некорректная задача, конечно, мы ее посвятим ковиду. Он никуда не денется, он меняет экономику, нас самих меняет, психологию, все меняет. И у нас в основном, поэтому вы все приглашаетесь на эту онлайн конференцию с 3 по 14 сентября. Вот два организатора сидят там, пожалуйста, у них записывайтесь, мы всем вам пришлем. И лектора особенно, мы очень надеемся, что и Константин Вячеславович прочитает нам лекцию, вот наподобие вот этого курса, и Александр Владимирович тоже. Вот, если можно будет пригласим, но в Новосибирске до губернатор запретил все массовые мероприятия до 1 января. Я его очень поддерживаю в этом смысле, потому что в Сибирике ослабленный смонитет. Вот, полгода снег, понимаете, это вообще что-то, только бассейн и беговая дорожка, вот у меня, все. В холод ты не побегаешь даже. Поэтому губернатор сделал правильно, никаких массовых мероприятий, только дистанционно, ну и ничего, математиком можно и дома работать. Это трудно, конечно, химикам, физикам без эксперимента. А информационные технологии, это все в голове, в основном. Кстати, вот сегодня, я сам задам себе вопрос, вот сегодня Константин Вячеславович говорил насчет эксперимента. Вы знаете, как в нашей рабочей группе пришли к выводу, что такое эксперимент в эпидемиологии? Мы берем данные января, допустим, января и февраля и рассчитываем март. Вот эксперимент. То есть мы не знаем марта, забываем про марта. Рассчитываем, вот январь, берем данные января и делаем прогноз на февраль, а потом сравниваем с тем, что действительно. Чаще всего, конечно, не совпадает, потому что то или другое не учли, но все-таки это типа эксперимента, это статистика, и по ней можно проверять свои модели. Поэтому вот, пожалуйста, не забудьте, с 3 по 12 октября Новосибирск, мы вам сайт разошлем, можно будет заходить и присутствовать. Может быть, просто сейчас попросить выйти и написать на доске сайт. Да, Никита, будьте добры, напишите сайт. Да, это же вроде несложно. Поэтому, милости просим, у нас будет выступать, мы уже провели один симпозиум, международный симпозиум, Mathematics of Coronavirus, там выступали китайцы, американцы, москвичи, и очень было интересно, эти записи можно посмотреть. Значит, то есть математические проблемы, поставленные ковидом-19, новые. Вот сейчас Никита Максимович Прохошин сайт напишет. Вот с 3 октября заходите на сайт, смотрите, задавайте вопросы. Еще, наверное, можно добавить, что вы уже начали, по-моему, первые в России, во всем участие того, что я знаю эту информацию, вести семинар. Ну, как бы он более общим образом называется, но фактически первые заседания, да и большая часть заседаний, они были посвящены так или иначе разным аспектам ковид. Причем, вот что действительно важно, ну, действительно спектр, попытка сделать такой, в хорошем смысле слова, междисциплинарный семинар, где приглашались математики. Например, там выступал, вот уже упомянутый Селедец выступал, кто там еще, ну, там несколько таких известных. Да, да, там много специалистов, эпидемиологов, ну и вот специалисты, вот иммунологи, в общем, совершенно разные специалисты. Видео есть на Ютьюбе, я думаю, что это тоже для тех, кто вот, в принципе, заинтересовался или интересуется давно этой темой. Мне показалось, что это вот из того, кто сейчас вот, что есть в России, наиболее так продвинуто, потому что там действительно специалисты такого известные на Западе. И вот у них там презентации выложены, есть видео, ссылки на литературу и все это в одном месте. Собственно, есть сайт семинара, и я, наверное, к чему все это сказал, может быть, наверное, тоже имеет смысл его здесь написать. И вот так же, как вот Юрий Евгеньевич в конце своего выступления оставил информацию, собственно, я думаю, многие уже побаловались, посмотрели, что в России все довольно неплохо по сравнению с Европой. Ну, то есть прогноз. Ну, даже не прогноз, а вот где мы сейчас находимся. Ну, собственно, вот на этом ресурсе, который сейчас будет написан, наверное, тоже можно посмотреть, ну, уже как бы немножко в другом аспекте. Кто в России там с разных аспектов занимается вопросами изучения ковид? Вот. Ну, я думал, что может на круглом столе это еще раз упомянуть, но так вот, чтобы, да-да, вот если не сложно, и в 16.30 нам надо заканчивать и идти на кофе-брейк. Если уркомитет школы имеет адреса всех, то мы вам, Александр Ильич, вышли. У нас есть группа, я не знаю, Юра Дорн здесь присутствует? А, да, Юра. В общем, потом в этот телеграм-канал надо будет ссылки сбросить, и, да, вот ту информацию, которую Сергей Игоревич просил. Хорошо, Сергей Игоревич, тогда просто к Юре, да, подойдите, там сбросим. У нас каждую пятницу семинар проходит, актуальные проблемы прикладной математики, там половина идет. И мы планируем постоянно вот математические проблемы, связанные вот с этим ковидом, обсуждать. У нас экономисты хорошие, директор Института экономики Валерий Крюков. Александр Алексеевич Шананин занялся. И Шананин. Да, вот у него сейчас уже, я так понимаю, доклад. Готовится как раз по экономические последствия ковида. Это член-корреспондент Академии наук, очень известный в России, в мире, наверное, даже экономист. Коллеги, есть ли еще вопросы? Вот у нас где-то пять минут уж точно есть. Да, ну если нет, можно просто раньше закончить, это не обязательно. Так, я смотрю, вопросов нету, да. Ну хорошо, давайте тогда еще раз поблагодарим Сергея Игоревича. После кофебрейка будет круглый стол, да, пять часов. Нет, круглый стол, не швецкий.